С удовольствием еще раз поздравить вас с праздником, но насколько я понимаю, 8 марта для вас уже давно не просто праздник, а рабочий день. Ну, вы знаете, поскольку я считаю, что работа это есть некая другая категория, а это служение искусству, я отношусь к этой, действительно, части населения, которое служит этому искусству, поэтому 8 марта, но я считаю, что это такой подарок для себя и для тех, кто придется. Скажите, пожалуйста, вот этот цикл вы задумали специально для года Франции в России? Да, конечно. Ну, а по-другому как могло случиться, так как год Франции в России, он, естественно, симфоническими оркестрами, как-то отмечался, я смотрела программы, но там такие уже, скажем, очень знакомые, очень много звучащие имена, Равель, Шуссон, это все, да, Сен-Санс, это замечательно. Я подумала, а почему бы не выступить в такой программе, которой вообще никто пока не касался. Не потому, что эти песни, скажем, которые были под крышем Парижа на первой программе, на первой истории, скажем, 12 февраля, никто не поет, но вся суть заключалась в том, что это все было во французском, не стиле даже, стиле, конечно, но все было во французском языке, причем очень тщательно изучаемом в французском языке, чтобы было то, произношение которого именно нужно было. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Потом выяснилось, что для певцов французский язык безумно трудный. Для любых певцов, итальянский, немецкий, он ложится. А для русских на пение это очень трудно ложиться, язык как-то наворачивается на эти классные. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И поэтому это очень была тщательная работа, большая работа. Там выступали молодые артисты, что я безумно рада. Впервые появившуюся в этом совершенно другом, я не люблю слово «проект», поэтому в этой новой истории для них. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Безумно трудно быть. Безумно. Вы знаете, я вот 20 лет я на сцене, 20 лет я занимаюсь различными жанрами. Начинаю от барокко, кончая вангардом. Там у меня и шнитки, и бог знает вообще, какие уже композиторы пошли дальше в 20 веке, конец 20-го, начало 20-го, то есть самый такой, да, жесткий авангард. И классика, естественно, и Чайковский Моссард, и, ну, естественно, Леварди, все это так. Но, когда я столкнулась с французской музыкой, я здесь столкнулась естественно, потому что я, скажем, в консерватории играла деби-си. Там для скрипки написаны приложения фортепианных пьес, там, вальс деби-си, лунный свет деби-си. И казалось так, ну, знаете, может быть, от детскости или там от луности казалось ничего такого особенного. А здесь, когда столкнулась именно с симфонической музыкой, потому что на самом деле музыка кино, она симфоническая, оказалась эта безумно неукладываемая музыка для русского, может быть, человека. Я не знаю, может быть, это для нас так. Для французов, может быть, это вполне естественно. Потом это увлекательнее становится. Какие-то мелодии, которые наши мамы там умирали от этого, да, эти зонтики, скажем, шербурские или там девушки из Рашфора. Я, честно сказать, я не видела все шербурские зонтики. Я просто помню вот это вот звучание все время. Емунель, естественно. Опять же, ну, меня не пустили. Это, во-первых, ну, это сразу, не могу сказать, известно. Емунель один вообще, меня мама никуда не пустила, хотя это уже шла она там в доме актеров, в доме кино, и это можно было смотреть. Нет, это было абсолютно недоступно. И в конце концов я выглядела по телевизору, это что самое интересное. Вот, буквально недавно. Второй монарь практически я не видел. Оказалось, что музыка абсолютно классически прекрасная. Такая вот, ее можно исполнять просто в сольном концерте, в такой симфонической музыке. Но есть вещи, которые, они построены все на электронике. Вот в чем трудность французского кино. В отличие, например, от, у меня уже это третья история, связанная с кино, музыкой кино. Первая была история, это музыка Чаплина, церковь Чарли Чаплина на шести фильмах его. Музыка совсем не народа, признание в любви в прошлом году прозвучавшее. Роскошно. Все укладывалось. Вплоть до того, что уложилась даже с ариями итальянских композиторов. Куда уже дальше. Я начинала с арией просто в Эрде, Пучине и так далее. А здесь, ну, просто вот сначала, ну, я ничего не могла понять, как подступиться. Вот настолько это трудно. В 9 дней, все-таки музыка там настолько красивая, нелогичная, гармонии такие красивые. И вдруг такая сложность. Ну, сложность, вы знаете, она так, получается, что внешне это так красиво, так для уха так приятно, да? А на самом деле, ну, все не совпадает. Поэтому музыка Филин для меня роскошно легла. А здесь я прямо вот так, через дебри. Ну, может быть, в этом и прелесть, когда из трудности такой вот выбираешься, может быть, так, как и все. Жалко, что мы не были утром, когда мы все переругались. Просто так вдрызг, просто, не, это потрясающе. Бабушка, все вдрызг, не ругались. Это будет кошмар, а вот все еще чуть-чуть. Не потому что кто-то не хотел что-то исполнять, или что-то там, Фредерик, что-то хотел свое. Я там считал, что так не надо, потому что вы сидите у меня, поэтому ничего играть не будет. Я говорю, как ты, ну, что, если надо, ничем. Ну, в общем, были у меня свои проблемы. Вы с ним случайно познакомились с этих гитаристов? Ой, вы знаете, это знакомство вообще фантастическое. У нас действительно гитаристов очень много. Да, да, да. Но, вы знаете, не каждый является проправником Виссариона Белинского. Ну, он же классический подразумен. Он классический. Он закончил корискорто-западу. А вот то, что он играет, вот, например, очень многие, кто занимается джазом, говорят, ну, это не джаз. А я объясняю, это не джаз. Он и не собирается играть джаз. Он просто назвал так, знаете, джаз молочек. Ну, цыганский джаз. Ну, что ж, большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо.